За рекламой города не видно. В последние десятилетия у российских предпринимателей сложилась нехорошая привычка. Считают, что чем крупнее вывеска, тем больше прибыль. Однако часто за цветастыми объявлениями теряется настоящий облик городской архитектуры. Способы сделать рекламу не только информативной, но и приятной глазу с предпринимателями Щелковского района обсудили на заседании, посвященном архитектурно-художественной концепции размещения рекламных конструкций на зданиях города Щелково. Сейчас такой проект реализуется на основании утвержденного областным правительством регламента. Существует определен принцип, главной идеологией которой является уважение к архитектуре, к городу в целом, а не необходимость или желание каким-то образом себя на этой архитектуре в этом городе приподнести. Вы должны показать пример во всем. В первую очередь в том маленьком сегменте, который называется размещение наружной рекламы. Опять же говорю, ничего личного, только наши общие усилия и возможности приведут к тому, что облик Щелково изменится. Требований к рекламным конструкциям в областном регламенте немало. От размера вывесок не более 50 сантиметров до высоты их размещения на зданиях не выше второго этажа. Однако главный принцип при создании так называемой фасадной схемы рекламы – архитектура не должна терять свой первозданный облик. Если же здание у нас, например, с вами все в декоре, в лепнине, в каких-то архитектурных элементах или полностью стеклянные, то уж обижайтесь, не обижайтесь, но размещать на нем ничего не удастся. В Щелкове реализация новых стандартов в первую очередь затронет центр города. А сейчас разрабатывается архитектурно-художественная концепция размещения рекламных конструкций на Пролетарском проспекте. На совещании предпринимателям на примерах крупных торговых центров показали, какой тип вывесок фасад облагораживает и как делать совсем не стоит. Сразу предупредили – конструкции, не соответствующие требованиям, будут демонтировать. Хотелось бы попросить вас отнестись к этому с пониманием. Мы это делаем для нас, для наших жителей, для того, чтобы нам приятно было находиться в нашем городе и в нашем районе. Согласовывать схемы фасадной рекламы будут органы местного самоуправления. Также продолжится в Щелковском районе борьба с несанкционированной рекламой. За последние месяцы на том же Пролетарском проспекте было демонтировано более 65 незаконных конструкций.